От зоны досмотра до места непосредственной посадки в поезд. Инвалид-колясочник, активист Общероссийского народного фронта Олег Стекольников проверяет вокзалы на доступность. Вокзал, что в центре Сочи, как утверждают в РЖД, доступен на 100% по всем позициям. А у активиста народного фронта другая точка зрения. Ошибки есть, отмечает Олег Стекольников, мелкие, но существенные для инвалидов. В какой-то день не хватает информационных табличек, путей движения информативности, где вы находитесь, куда идти, допустим, в санитарно-гигиеническое помещение, кассы, зал, ожидания. Тактильные дорожки для инвалидов, отмечает Стекольников, в некоторых местах проложены вне логики и являются помехой даже для здоровых людей. Представители вокзала пообещали устранить все замечания в ближайшие дни. В целом же впечатления от городских железнодорожных ворот остались положительные. Ну а лучше всего организована доступность на вокзале в Дагомесе. Что же касается городской среды, отмечает активист народного фронта, здесь все на самом высоком уровне. Вообще, Сочи стал пилотным проектом по созданию безбарьерной среды для всей страны. Сегодня уже порядка двух тысяч объектов отвечают требованиям доступности. Это не только социальные объекты, но и коммерческие. Общественный транспорт также адаптирован для людей с ограниченными возможностями. И этот список постоянно расширяется. Кстати, при организации доступности городской среды, отмечают в мэрии, город всегда опирается в первую очередь на мнение инвалидов.